Всем привет! У нас такое эмоциональное болтание. Я просто хочу кое-чем с вами поделиться, раз были люди, которым понравилось такое, когда я снимала видео о своих мыслях, что в моей жизни происходит, поболтать с вами просто тем, что меня тревожит в последнее время. Расскажу два пунктика у меня сегодня, если это видео. Берете чаёк, кофеёк, в общем, садитесь, устраивайтесь поудобнее, будем с вами обсуждать. В последний раз это были трагические ситуации, события. Я начала, не то чтобы я начала смотреть, я смотрела один выпуск, знаете, запустилось телешоу Яна Супер на телеканале СТС, теперь у меня телеканал Супер, или это два разных канала, я не в курсе. Я телевидение смотрю, но только в интернете. Но ощущение, что почему-то канал Супер, это и есть СТС для меня. Неважно. Яны Рудковской, да, Рудковская уже у неё фамилия, и Плющенко, короче, типа Кардашьяны по-русски, под протежированием Собчак это всё происходит. ТВ-шоу такое, постанова. Меня лично взбудоражило, взбесило то, что в первом выпуске там уже понапихали постановочные рекламы, второе, постановочные реакции, ненастоящие из них не очень хорошие актёры во многих ситуациях. И мне это вообще, блин, я не стала смотреть, мне не было желания пересматривать, продолжать там эту серию, досмотреть либо вторую, третью часть, там, или они уже вышли дальше смотреть. Короче, для меня это показалось адская скукотища, вытянутая непонятно за что, нудилово. У меня ощущение, что этот телепроект у нас может зайти, может не зайти 50 на 50. Почему может зайти? Первое, потому что люди любят подглядывать за чужой жизнью, жизни ещё людей публичных, которых всё как на картинке в Инстаграме. Хорошо, но это, собственно, проект ставку-то и делает, и Собчак такую им рекламу-то и даёт, что, мол, вот, посмотрите, они всё-таки живут с простой обычной жизнью, не как у них там в Инстаграме, всё шикарно. И вот у ребёнок у них бывает капризным, и всё не так, как они хотят, и бла-бла-бла. И у них в отношениях проблемы. Ну, это спускается до такого уровня каких-то грязных сплетен. Ну, короче, некрасиво это. Порой, знаете, выносить ссоры из избы... У нас люди любят посплетничать, посмотреть, посудачить, и ещё убедиться, чтобы у кого-то хуже, чем у тебя было, да? Но мне лично кажется, да, это желание однозначно заработать, поднять свою популярность, засветить всякого там Диму Билана, свои проекты у Рудковской, да, мужа, которого популярность уходит, мне кажется, цель такова, заработать денег за рекламу, за сам проект, заработать, приподнять свою славу тем, но при этом оголить отчасти какую-то правду в своей жизни, какие-то реальные свои проблемы, потому что видно, что, да, ситуации есть реально проблемные, я, где они... Ну, видно в каких-то реакциях, в каких-то ситуациях, что они играют. В плане не игра, это там проблемы в отношениях, это всё, в принципе, понятно. Вот честно, просто по-человечески, если смотреть, на войне, конечно, все средства хороши, но выставлять свою личную жизнь вот так на показ, даже откорректированно, даже подрежиссировано, если так можно выразиться, да, я считаю, что тель-шоу когда-то закончится, а осадочек от вас всё равно останется, даже если ваша популярность поднимется, это всё, короче, вытряхивание своего грязного белья на публику ради бабла. Я это никогда не приемлю, мне не нравится это в блогерах, мне это отвратительно, я не люблю, когда спекулируют на семье, на детях, на болезнях каких-то, с целью именно, когда просто там рассказывают, а когда с целью заработать бабла, монетизация на канале и реклама, это сразу видно, я это не приемлю, это тоже ложь, она вот это чувствуется, вот в этом теви-шоу тоже, это ради бабла, для ради бабосов всё это сделано, это мне неприятно, если за образец они брали семейство Кардашьян, когда весь мир, большинство их ключевых событий в жизни знает, да, они мега поднялись, они в трендах мировых, в трендах бизнеса, они одну из богатейших семей, есть сейчас в мире, они задают теперь тренды, косметики, в индустрии косметики, макияжа, одежды, дизайна, и в принципе, но каким это путем, как бы да, люди офигенно богатыми стали, трендовыми, они теперь задают моду во многом, в прямом и в переносном смысле, но блин, сколько мы о них грязи знаем, которые порой бы, хотелось бы скрыть, но им это воскрыть не удалось, и когда то шоу закончится, деньги ты с собой в могилу не унесешь, а память о тебе останется, вот я к чему, что так все выворачивать, это показывать не очень круто, не очень дальнозорко, не очень красиво, мне кажется, особенно когда у тебя есть дети, эти маленькие дети, у этой Рудковской сын есть, ну короче говоря, такое ощущение, я не стала это дальше смотреть, мне было неинтересно нудно, я видела эту постанову, рекламу понапихали, в первый выпуск, боже, я не против идеи зарабатывания денег, любой труд должен оплачиться, без вопросов, но просто это первый пилотный выпуск, зачем рекламу тут толкать, еще непонятно, будут вас люди, нет, смотри, это отталкивает, реклама нарочитая, и во второй серии, я вторую серию еще, я ее выключила, 15 может, я не помню, прям чуть-чуть, не до конца я точно не досмотрела, мне было просто интересно, она такая же, ну дятина дальше пойдет, или как-то все интереснее закружится, ну дятина, лежит Рудковская, и просто текст, голос за кадром, ее слышно, как она читает текст, монотонно, вот техника Борг, я так, типа она по телефону говорит, вот я в очках от техника фирмы Борг, они так идеально ухаживают, это массажные, типа очки, они мне тут массируют, все, лицо, это она сидит, типа она подружке рассказывает, вот это вот постанова рекламная, кто блин в это поверит, типа это короче нативно, нативно это скрытая реклама, типа она этим действительно пользуется, даже если она этим реально пользуется, ну это видно, что это реклама в этом видео, в этом выпуске, но, как это топорно сделано, как она монотонно, видно, что текст прописан, и рассказы не своими эмоциями, не своими глазами, это первый раз, она тебе очки по любому массажное дело, и просто, короче, такая постанова мне вот это оттолкнуло, соответственно, если вот такая рекламная постанова идет, то у меня ощущение, что постанова в отношениях, конфликтах, что-то там происходит в темах, это тоже отчасти неправда, и мне кажется, так и есть, так что я не стала это ТВ-шоу смотреть, и следующее, что хочу отметить, я думала об этом отдельно видео снять, потом думала не снимать, просто мои размышления вслух, потому что если об этом снимать, что-то не долго займет времени, на 5-6 минут, девочки, я понимаю, что у меня истории на канале, вы присылаете, ну всякие разные, в основном нехорошие, потому что вы хотите советов, какие-то трудности, когда они хорошие, в плане каких-то трудностей, происходят, когда какие-то проблемы у людей, но блин, очень часто, кто находит мою почту, пишут мне, как крик души, крик о помощи, которые находятся девочки в каком-то шоковом состоянии, стероидном, когда им, короче, некуда обратиться, но и в своей вот этой любви какой-то, им сносит крышу, и они немножко не в адекватном состоянии под порывом таким эмоциональным это делают, мне пишут, и как правило, эти эмоциональные порывы происходят у тех, кто ведет свои отношения в интернете, и такие страсти кипят, мордасти, честно говорю, ты общаешься, вот мне хочется девочке, кто в таких отношениях состоит, общаешься с человеком в интернете, я миллион раз говорила, до личной встречи, это просто общение приятное, вы дарите друг другу какую-то часть времени, это не твое будущее, это не твой молодой человек, не надо так считать, потому что большинство девочек уже себя накручивают, считают себя, в чуле не их женами, и о своем светлом будущем с ним видят, и дети, и все, 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 круговая порука всякая, не надо так рассуждать, пока вы вот так серьезно относитесь именно к интернету, общению с мужчинами, переписки какой-то, знакомства на сайтах, или еще что-то, когда вы так с головой в это уходите, вы теряете состояние адекватности, вы, во-первых, начинаете давить на мужчин, что не нужно, передавливать мужчины, уходят, самое, самое, что ужасное, вы начинаете заниматься самопоеданием, издевательством над собой, просто общение, мужчина в него ничего не вкладывал, просто с вами переписывался в интернете, а она уже наняла шпиона, а где он, а что он, куда он пропал, почему он меня заблокировал, а что могло случиться, а вдруг он упал, там, не знаю, в яму в колодец, шел на работу, в кирпич ему на голову прилетел, и такие трагедии разворачиваются, мне хочется просто сказать, девочки, окститесь, сядьте, вы забываете, что вы у себя одна, интернет это просто интернет, ничего за этим не стоит, в интернете никто никому ничем не обязан, вот прошла у вас хотя бы одна реальная встреча с вашим знакомым из интернета, вы увидели, что у вас какая-то химия есть, что какие-то чувства, вот после этого вы что-то можете себе позволить любить, влюбляться, что-то чувствовать, когда у вас есть наметочка на будущее, что вы знаете, что у вас будет следующая встреча, но не надо убиваться, страдать, когда вы просто общаетесь в интернете с кем-то, это интернет, я уже миллион раз говорила, сегодня он есть, завтра его не, нет, отключили интернет, сломался компьютер, телефон, все, блин, пропала ваша любовь, поэтому из онлайна переводитесь ваше отношение быстрее в офлайн, тогда будет развитие какое-то, но какое порой отчаяние, в такие письма у меня катают, там просто, вплоть копируют, вставляют переписку дословно по временам, из ватсапа, мне это не нужно, я не, а еще мне, честно, вот это меня подбешивает иногда, когда мне пишут, вы знаете, вот он ничего толком не рассказывается, да, и говорят, вот он, ну вот, а почему он так поступил, а почему он так сделал, вот расскажите мне, с какой стати я должна тратить на это время, объясните мне, пожалуйста, разжевывать вам, что ваш, я не умею читать мысли, я всегда говорю, я не знаю, почему ваш мужчина так поступил, но я вижу, почему вы так поступаете, самокопанием занимаетесь, вам это очень важно, почему он так поступил, вы там значение придаете, это вас проблемы, говорят, я могу вот сейчас с вами общаться, переписываться, либо там, консультацию вести, по поводу вас мы можем поговорить, но я не могу залезть в голову другому человеку, я не могу понять, почему он так сделал, почему он себя так ведет, или будет вести, или, а что, он вернется или нет. А он будет со мной общаться. Откуда я знаю, что у него в голове, какие у него планы, что он хочет. Не знаю, девочки, так же, как и вы. Но я знаю, как вам на это не реагировать. Я знаю, почему вы так реагируете. Я знаю, в чем ваша проблема. Я только в этом могу помочь. Определиться со своими проблемами, своим отношением к этому мужчине. Насколько тебе приятно или тебя устраивает такое отношение к себе. Вот об этом мы можем поговорить. А строить теории и догадки, а почему он так сделал, а вернется ли он, я, извольте, не буду этого делать, укрыть. Я смотрю, короче, сериал, скажу, И.П. Пирогова. Мне очень нравится. Второй сезон, вроде как, он уже закончился. Я жду третий. Легкий, приятный. Но, блин, сама героиня И.П. Пироговой меня порой бесит. Потому что это по жизни герой образ. Такая, блин, типа она слабая и сильная в один момент, но меня бесит, какая она порой терпила, что из-за какой-то ерунды, таких бредовых, о, господи, какие ситуации у нее в жизни происходят. Кто не смотрел, кстати, посмотрите. И.П. Пирогова добрый, интересный сериальчик на канале Супер. Вот. Жду вас в комментариях по этому поводу, что смотрите, как вы относите вот этому ТВ-шоу Яна Супер. Смотрели или нет? Посмотрите, например, первый выпуск. И вам будет, что написать мне в комментариях по поводу этого ТВ-шоу. Мне очень интересно. Мне хочется быть, скажем так, на волне. Я очень люблю, ностальгирую и скучаю по России. Мне хочется то же самое смотреть, что вы смотрите, обсуждать с вами то же самое, те же самые ТВ-шоу какие-то. Хочется быть в теме, короче, в вашей жизни и быть в тренде, короче, чтобы шарить. Мне это тоже интересно. Вот. Жду ваши комментарии. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока.